Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Тамара Козырева. Рада приветствовать вас на канале Непуру. Мы продолжаем серию встреч с экспертами эндокринологического научного центра. У меня в гостях заместитель директора Института репродуктивной медицины Елена Андреева. Елена Николаевна, добрый день! Добрый день, уважаемые друзья! Мы сегодня говорим про аминопаузу и гормоны. Давайте начнем с того, можно ли подготовиться к этому периоду. Вы можете дать какие-то конкретные советы женщинам? В жизни женщины существует несколько периодов. Это период детства, когда она только родилась и начинает взрослеть. Период подростковый, дальше идет репродуктивный, который в свою очередь делится на ранний и поздний. После 45 лет условная такая граница у нас в переход старшевозрастную группу. Соответственно, вся предыдущая жизнь до этого возраста, до 45 в среднем, это период, если можно так сказать, подготовки, как будет женщина себя чувствовать в следующем возрастном периоде. К этому имеет отношение еще большое значение, имеют генетические предпосылки, потому что очень часто именно по генетике переходят возможности позднего наступления климакса или более раннего наступления климакса, либо вообще преждевременная недостаточность яичников, когда женщина вступает в старшевозрастную группу до 40 лет. В какой период важно вовремя проверить гормональный фон для того, чтобы как-то скомпенсировать, если что-то нарушено? Ну, если женщина ничего не беспокоит, у нее цикл регулярный, она может навести себя как обычная женщина, проходя общую диспансеризацию, которая у нас принята в Российской Федерации ежегодную. Туда входит определенный пул специалистов, в том числе гинекологов. И включается обязательно обследование органов малого таза и ультразвуковое исследование для молочных желез, либо исследование путем маммографии для того, чтобы не упустить какую-то патологию со стороны органов малого таза или молочных желез. Кроме того, мы всегда рекомендуем сдавать хотя бы раз в год уровень витамина Т, который сейчас очень важен для того, чтобы не было проблем с целым рядом как гинекологических, так и эндокринных заболеваний, в том числе остеопороза. И если есть необходимость, то корректируйте уровень витамина Д для того, чтобы не получить тех или иных проблем, связанных уже с дальнейшими более глобальными гормональными нарушениями. И просим их обязательно делать один раз в год уровень ДТГ, териотропного гормона, для того, чтобы смотреть, нет ли проблем с функцией щитовидной железы, которая тоже может повлечь 5 симптомов, в том числе, например, приливов, которые будут очень похожи на те состояния, которые женщины описывают, когда они переходят в старшевозрастную группу. Глобальных гинекологических каких-то гормональных исследований обычно специфических нет. Если начинается нарушение менструального цикла, либо если начинается дискомфорт в виде вегетативных реакций, приливов, либо на ночных поток, либо озноба, тогда есть повод посмотреть, даже при сохраненном менструальном цикле, уровень полиполостимулирующего гормона, который проверяется в этих случаях на второй-третий день цикла, с утра, с 8 до 9 утра натощину. И если эти цифры два раза выше 30, мы говорим о том, что женщина вступает уже на переходный период в старшевозрастную группу. Если они ниже, то она еще находится в премиенопалке. Помните, что средний возраст ухода в климакс в Европе и в России на сегодняшний день составляет обычно 51 год. Но границы диапазона может быть от 45 до 55. Это считается нормальным интервалом. Скажите, пожалуйста, считается, что при именопаузе вот эти неприятные симптомы, которые вы озвучили, это неизбежность. Так ли это или можно все-таки как-то помочь себе и организму в этот период? Вы знаете, далеко не всегда женщины имеют вегетативные симптомы. Приливы, ночные поты и так далее. Примерно одна треть женщин вообще не чувствует никаких дискомфортов и просто у них прекращается. Сначала идут нарушения цикла, потом прекращается менструация и все, они уходят в старшую возрастную группу. Но все больше и больше у нас сейчас женщин, которые на фоне еще некой такой напряженности нервной системы, перегрузки в нашем высокоинформационном веке, в 21-м, имеют вегетативные реакции, причем они могут быть и легкие, и средние, и тяжелые. Плюс еще вот ночные поты мы сейчас все больше и больше видим в комбинированных вот таких вегетативных проявлениях, которые женщины выматывают, снижают ее качество жизни, и она приходит к врачам с просьбой им чем-то помочь. Как обычно, очень часто все боятся гормонов, и начинается с каких-то травяных препаратов, гомеопатических препаратов, биологически активных добавок, что не всегда корректно, потому что на самом деле в биологически активные добавки могут быть намешаны какие-то варианты, которые не прошли клинических исследований и могут привести к нежелательным последствиям. Впрочем, уже достаточно четко понятно, что имеющиеся на сегодняшний момент рынки гомеопатические травяные препараты и биологически активные добавки не снимают тяжелые проявления гомеопатического синдрома, они работают только на уровне лекарства. То есть работают только гормоны? Работают гормоны, потому что основное, что происходит на самом деле, у нас начинается дефицит. В репродуктивном возрасте есть некий баланс между уровнем эстрогена и прогестерона. Они не равны, но они уравновешены определенным образом. Время на паузу и перед наступлением на паузу начинает снижаться вначале уровень прогестерона, что влечет у многих женщин целый ряд гинекологических заболеваний. Например, гиперплазия, эндометрия, которых приходится очень часто многократно выскабливать, продвигать хирургические вмешательства, рост миомы матки, эндометриоза и так далее. Все это связано с наличием прогестерон-дефицита. Вот его не хватает. И в этой премии на паузе мы обычно добавляем что-то из прогестероновых гормонов, чтобы выровнять это соотношение, чтобы не росли кисты яичников, не росли толстые эндометрии, и женщина лишний раз не требовалась назначения каких-то гинекологических заболеваний. Кроме того, всегда стараемся просить женщин соблюдать правила пищевого поведения и смотреть за ее массой тела. Если она имеет избыточную массу тела, а тем более ожирение, то пытаемся ее доминировать на снижении массы тела, потому что ожирение – это лишний пул, жировая ткань – это лишний пул гормонов, в том числе эстрогенов и андрогенов, которые провоцируют развитие целого ряда, повторяю, гинекологических заболеваний. Что касается дальнейшего, то постепенно у нас начинают снижаться функции эстрогенов из функций яичников, и дальше мы уходим, когда у нас начинается дефицит эстрогенов, женщина уходит в длиннопаузу. И вот на этом этапе уже требуется поддержание качества жизни добавлением тех или иных вариантов эстрогенов. Вот пытаются добавить фитоэстрогены в виде гомеопатии, например, либо биологически активные добавки, в которые добавлены какие-то полиэстрогены синтетические. Но не всегда это приводит к положительному эффекту. Если у нас есть дефицит чего-то, абсолютно патогенетически заместить то, чего нет, добавив тот гормон, которого не хватает. Важно другое. Важно, чтобы этого гормона было ровно столько, сколько каждой конкретно женщине надо. Условно говоря, чем старше женщина, тем меньше ей нужен уровень гормона. Поэтому есть некие обычные пределы назначения препаратов. Нам важно из минимума перевести на нижнюю границу нормы. Не передозировать, не навредить, а на нижнюю границу нормы, чтобы поддержать ее качество жизни. Почему-то все очень боятся назначения вот этой заместительной гормональной терапии, которую мы сейчас на самом деле называем не наползали в гормональной терапии, потому что она не напала. Заместительная гормональная терапия на самом деле это замещение любого гормона в организме. Например, если у пациентки не работает щитовидная железа, врач ей назначает тероксин, для того, чтобы функция щитовидной железы работала и женщина хорошо и комфортно сетчет. Если у нее не работает поджелудочная железа, доктор назначает инсулин. И все к этому, понятно, относятся. Понятно, что если не будет инсулина, значит, то качество жизни может привести вообще к серьезным осложнениям и летальному подходу. Но как только мы говорим про дефицит эстрогенов, начинается вопрос, а зачем? Вот эта логика, она как-то почему-то до сих пор для наших многих пациентов, даже врачей, не всегда доходит. Говорят, что это не физиологично. На самом деле не физиологичность в дефиците, потому что эстрогены влияют на очень многие органы и ткани. Опережая, может быть, ваши вопросы, я хочу сказать, что эстрогены отвечают, например, за сжигание жира. Если у нас дефицит эстрогенов, то есть плохо, когда много жировой ткани, и, соответственно, у нас есть проблемы, и плохо, когда у нас дефицит эстрогенов, которые есть и не дают. У нас начинаются проблемы с прибавкой массы тела. И женщины все рассказывают, что вроде как она и правильно питается, а вес в течение первых пяти лет менопаузы прибавляется на 5-10 килограмм. Или она говорит, что она по-прежнему вроде худая, но живот стал очень большой и как-то вот вперед идет, а талия куда-то исчезает. Потому что женских половых гормонов мало, а мужских половых гормонов тестостерона все еще достаточно. И поэтому женщина фигура теряет, и получается фигура более мужская. И появляются волосы, которые ее тоже не очень радуют, которые растут в виде бороды, либо усов, которые очень часто женщины в возрасте вынуждены выдергивать. Это связано вот с этой вот относительно гиперандрогенеей, потому что уровень андрогенов остается нормальный, а эстрогены протестерона не хватает. И если их вовремя не заместить, то мы вот видим такие картинки на лицах людей. Кроме того, эстрогены отвечают, как я уже сказала, за кости. И если их не хватает, то начинается проблема с остеопорозом. Вы знаете, женщины с возрастом начинают жаловаться на суставы, которые болят, на переломы, и перелом шейки бедренной костей, перелом поясничного отдела позвоночника. Это очень частые переломы именно в женских когортах старшегося растения. Эстрогены отвечают за работу сосудов, сердечно-сосудистой системы. И если их мало, начинается атеросклероз, а дальше запускается ишемическая болезнь сердца. А как вы помните, как раз именно из-за этого у нас основные проблемы, это основная причина смерти во всем мире, в том числе и в России. Эстрогены отвечают за внешний вид. Те, кто принимает препараты, выглядят намного моложе своих сверстниц. Понятно, что у нас молодость не возвращается, но старение, оно становится гораздо медленнее. И сил больше женщин у тех, кто принимает препараты. И голова у них лучше работает. Потому что помните, чем старше женщина, тем больше проблем с памятью. Что вчера было, не помнят. А детство начинает вспоминать все чаще, рассказывать какие-то уже вроде давно забывшиеся события всем своим детям, внукам, окружающим, особенно тем, кто не хочет ее слушать на эту тему. Вот эти воспоминания многочасовые, они характерны для всех важных людей. И для женщин, и даже для мужчин. Но у женщин это более выражено. Эстрогены отвечают, кроме всего, за мышечную массу. Потому что если ее нет, мышцы тоже атрофируются. Человек становится более худой, менее подвижный. Соответственно, вот это вот... Из серии сил нету. Раньше бы сделать, теперь не могу. Прихожу и сажусь. Это называется снижение качества жизни. И дело не только вот... Есть менструация или нет до какого-то возраста. Есть приливы или нет. Я рассказываю о том, что если ничего не делать, то женщина начинает стареть. Вопрос о том, что раньше у нас как-то возраст был в средней продолжительности жизни, как вы знаете, у женщин где-то 50-60 лет. А теперь мы говорим уже за 80. И, соответственно, если климат начинается в 50 лет, то еще как минимум 30, а лучше 40-50 лет прожить так, чтобы, как говорит Островский, я всегда его люблю центировать, не было мучительно жалко за бесцельно прожитые годы. То есть еще 50 лет как минимум, это половина жизни должно быть с определенным качеством жизни, которое достигается поддержанием нормального баланса гормонов. Женщины и мужчины без гормонов не живут. Без эстрогенов прожить можно. Вопрос, как можете прожить. Не очень бывает хорошо. Бояться гормонов, конечно, имеет повод, да, люди. Потому что, конечно, гормонами можно навредить, но гормонами можно помочь. Вопрос, кому, какие гормоны, по какому поводу мы даем. Вот при дефиците, возмещении дефицита, это всегда такая, знаете, зеленая ветка, ветка добра и ветка здоровья для каждой пациентки, которую мы протягиваем. Но мы никогда их не назначим без обследования. То есть есть непременные показатели обследования для женщин, которые требуются, если мы думаем о возможности назначить ей гормональную меноползальную терапию. Есть определенный список анализов, он прописан в наших клинических рекомендациях, так же, как и международных. И если у женщины нет противопоказаний, а там их не так много на самом деле, то пациентка может использовать разные варианты меноползальной гормональной терапии. У нас сейчас много разных препаратов. У нас есть таблетированные, у нас есть трансдермальные, которые мажутся на коже, у нас есть внутриматочные, которые вставляются в матку, у нас есть подкожные, которые вводятся. То есть у нас есть абсолютно разные варианты, в том числе во влагалище вставляющиеся. То есть можно подобрать для каждой конкретной женщины тот вариант, который, может быть, ей больше всего подходит, чтобы она могла его использовать. При этом на сегодняшний момент нет ограничений по длительности использования. Кто-то может использовать несколько лет на период перехода из одной возрастной группы в другой, там 2, 3, 5 лет. А кто-то их использует годами, 10 и 15 лет. Задача врача в этой ситуации определить, нет ли у него противопоказаний, а значит, женщина должна обследоваться по фоне гормонов ежегодно. Все в порядке, пьем дальше. У нас очень много пациенток в эндокрилологическом центре наблюдаются, которые годами пьют, некоторым из которых уже давно за 70. Они приходят, сдают анализы, приходят с этим анализом и к врачам. Мы смотрим. Я вас хочу уверить, что те женщины, которые принимают препараты, и в 70 лет по своим анализам очень часто гораздо моложе выглядят, чем те женщины, которые не принимают препараты. Вот это называется поддержание качества жизни. Не просто на один год, не на два, а на долгосрочный период. В некоторых странах и в некоторых понятиях Российской Федерации многие врачи тоже так же придерживаются. И серия «Последний день жизни» и «Последняя таблетка». Потому что и в 90 лет хочется жить комфортно, чтобы меньше всё болело, чтобы голова соображала, чтобы не быть в тягость с окружающим и в первую очередь в себе и получать удовольствие от каждого дня проживания. Вы сказали, что в период менопаузы уже не нужны высокие дозы гормонов. Я опасаюсь того, что мы сейчас услышали, насколько волшебная гормональная терапия, и люди без назначения врача, без обследования будут покупать себе лекарства. Чем это опасно? Это опасно тем, что они могут сами себе навредить. То есть, во-первых, я ещё раз повторяю, есть противопоказания. Мы должны посмотреть целый ряд обследований, которые знают врачи, для того, чтобы увериться, что у каждой конкретной пациентки нет проблем, либо эти проблемы, может быть, устранить, а после этого назначить гормональный препарат. Это первое. Второе. Есть, повторяю, целый пул разных лекарств, и то, что подходит одной, не подходит другой, даже если дозировки вроде одинаковые. И третье. Каждый раз подбирается терапия индивидуально в зависимости от анамнеза жизни, от состояния женщины, когда она пришла, от её анамнеза семейного в том числе, от её заболеваний, которые у неё были или есть, чтобы не спровоцировать никакие проблемы. Повторяю, гормоны можно не додозировать, а можно передозировать. И решать тут должна не пациент, а конкретный врач-гинеколог, который на сегодняшний момент все проходят повышение квалификации, в том числе по назначению меноползальной гормональной терапии, для того, чтобы правильно подобрать препарат в каждой конкретной пациентке. В нашем эндокринологическом центре работают гинекологи, имеющие сертификат ещё эндокринологов, поэтому у нас с этим нет никаких проблем. И если кому-то надо, мы всегда готовы соответствовать. У нас работает амбулаторно-поликлинический блок, и акушер-гинекологи принимают шесть раз в неделю, включая в субботу. Всегда можно попасть к врачу. Елена Николаевна, задам, наверное, завершающий вопрос, но наверняка очень многих волнует. Если начать гормональную терапию до наступления менопаузы, можно ли отсрочить этот период? До назначения менопаузы обычно назначают комбинированные оральные контрацептивы, потому что до наступления менопаузы у нас, может быть, наступить ненужное уже в каком-то возрасте беременной, и тут лучше контролировать рождаемость. Что касается назначения просто так, потому что 40 или 45 лет, и уже начать принимать препараты, это неправильно, потому что, еще раз говорю, у каждого свой индивидуальный возраст выхода на дорожку в старшую возрастную группу. У кого-то она может случиться в 40 лет, у кого-то в 45, а у кого-то в 54-55. Поэтому если просто из возраста выходить, то можно на, собственно, нормальный уровень эстрогена при нормальном эстральном цикле добавить еще сверху препарат, и вот тогда точно будет передоз. Мы привязываемся ни к возрасту, нигде не написано, что у нас старость начинается в 40-45 лет. Ни в одном документе это не прописано. И нигде не написано, что она начинается в 50 и в 55. У нас есть просто данные анаблиза, данные клиники, условно говоря, начинаются нарушения менструального цикла и появляются какие-то регитативные симптомы. И это повод сдать гормоны, и это повод тогда увидеть, если они в дефиците, то их добавить. Елена Николаевна, спасибо большое. Очень много ценной и полезной информации. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши лайки, подписки. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok